На сайте Алиэкспресс появилась абсолютно новая точилка для заточки ножей, которая очень похожа на точилку Тор номер 3, но при этом стоит практически в два раза дешевле. Всем мира, добра и любви! Я неоднократно получал в комментариях просьбу по своими последними видео записать видео с моим отзывом или с моим анализом вот этой новой точилки для заточки ножей, которая по мнению моих зрителей очень похожа на точилку Тор номер 3 и при этом стоит практически в два раза дешевле. Вот вы видите цену этой абсолютно новой точилки, она стоит 72 доллара, но это не последняя цена, поскольку есть еще купоны и есть, поскольку сейчас акция на сайте Алиэкспресс, и Алиэкспресс всем дарит скидку в 3 доллара на каждые 30 потраченных долларов, то есть здесь два раза по 30, 72, и получается, что вы получите 6 долларов скидки от Алиэкспресс плюс купоны. И это получается практически 60 долларов в плюсе. Это очень крутая цена, учитывая то, что я сейчас вижу. Но давайте проанализируем и сделаем выводы по этой точилке. В этом видео я расскажу вам о своем мнении, насколько она похожа на точилку Тор номер 3. Это раз, а во-вторых, насколько она хороша, по моему мнению. И первое, что я предлагаю сделать, это внимательно посмотреть на эту точилку и посмотреть на точилку Тор номер 3. Как мне кажется, они похожи, но не очень. То есть точилка Тор номер 3 смотрится, возможно, интереснее, по моему мнению. А вот точилка Тор номер 2 очень похожа как раз на точилку, вот эту абсолютно новую точилку. Но вот она, как мне кажется, намного интереснее, чем Тор номер 2. То есть мы получаем намного интереснее точилку, чем Тор номер 2, но при этом в два раза дешевле. Давайте посмотрим на поворотный механизм и начнем... Нет, давайте посмотрим на вот эту рейку. Вот откроем картинку и видим, что на рейке есть насечка, и я думаю, что эта насечка кому-то сыграет плюс и будет как бы упрощать или делать сам процесс заточки более комфортным, если вы будете пользоваться этой насечкой и выставлять, например, углы заточки на какие-то постоянные ваши ножи по этой разметке и не пользоваться угломером. В принципе, неплохая идея. А рейка очень похожа на точилку Тор номер 2, но не похожа на точилку Тор номер 3 по следующим причинам. Вот она, Тор номер 2. Вот она, Тор номер 3. А теперь смотрим. Здесь втулка, здесь втулка, так же, как Тор номер 2, но нет втулки вот по центру, так же, как Тор номер 2. И здесь нет подшипника, так же, как Тор номер 2. Есть ли вот здесь подшипник? Я не знаю, но Тор номер 3, вот здесь есть подшипник, поскольку я ее разбирал. Вот здесь есть втулка, скольжение центральное, и здесь есть подшипник. А здесь есть подшипник, также в тор номер 2, но здесь нет втулки и нет подшипника То есть вот эта втулка скольжения, вернее вот этот речный механизм очень похож на точилку тор номер 2 А вот как раз шарнирный механизм, здесь преимущество перед тор номер 2 в том, что вот здесь этот шарнирный механизм мне нравится меньше Но обращаю ваше внимание на размер вот этого шарнирного механизма на тор номер 3 и на размер вот этого Относительно штанги она одинаково 8 мм, то есть он более компактный Хуже это или лучше, в принципе без разницы Главное, чтобы он работал как на точилке тор номер 3, то есть не было никаких люфтов И тогда здесь все отлично с этим Что я могу сказать о вот этой рейке? Она мне нравится, она немного хуже технически, чем в точилке тор номер 3, но лучше, чем в точилке тор номер 2 Теперь поворотный механизм Поворотный механизм здесь абсолютно, ну вот, очень похож на тор номер 2 Но не похож на тор номер 3, у которой есть фиксация горизонтальная и вертикальная То есть можно и так зафиксировать, и вот так поворотный механизм Для кого это надо? Не знаю, мне этого не надо Поэтому я, учитывая то, что я знаю, какой механизм на тор номер 2 И если он здесь такой же, а он мне понравился на тор номер 2 Поэтому почему бы и нет? Здесь с механизмом поворотным все хорошо Что касается вот этой планки и прижимных губок Мне кажется, вы вообще не будете ощущать разницы И здесь, и на точилке тор номер 3, и тор номер 2 Это все будет абсолютно одинаково А вот что касается точности поворотного механизма на обе стороны То есть будет ли соответствие углов заточки Это только надо проверять А так я по фотографии этого сказать не могу И также я не могу сказать, насколько здесь все хорошо продумано Нет ли люфтов во время смещения угла заточки вверх или вниз Или здесь, вот в этом шарнирном механизме не будет ли люфтов Это надо проверять только уже, когда делать обзор По реальной точилке, а не по фотографии И еще одно преимущество вот этой точилки перед тор номер 2 Это вот этот держатель бруска Он здесь уже продуман лучше И здесь можно устанавливать бруски на бланках В тор номер 2, к сожалению, вот такой держатель И здесь не было возможности устанавливать бруски на бланках А вот в тор номер 3 держатель мне нравится больше Поскольку здесь есть большая платформа для установки угломера И я знаю, насколько хороший этот держатель Поэтому, конечно же, у меня как бы впечатление, что он лучше Интереснее, по крайней мере, по фотографиям Но я думаю, что здесь также не будет никаких проблем В случае необходимости всегда можно наклеить вот какую-то здесь платформу для угломера Если не будет хватать вот этого Так что вот так визуально очень хорошая точилка, учитывая ее цену Но давайте посмотрим видеопрезентацию И здесь, как всегда, ну очень часто я вижу, что человек, который делает эту презентацию Вообще не разбирается в заточке И поэтому случаются вот такие следующие моменты Давайте включу вот эту презентацию И вот когда он собирает вот этот механизм речный Мне, в принципе, все понравилось Я даже там сейчас дальше будет, как он двигает этой рейкой И не увидел никаких люфтов И думаю, что будет неплохо Но почему сделана вот на таком уровне эта презентация Мне неизвестно, поскольку реально можно было бы показать все намного интереснее И было бы больше впечатлений у этой точилки Если бы человек попробовал там выставить угол Показал там хотя бы соответствие углов на обе стороны Или попробовал поизменять угол заточки Вот когда он собирал вот эту планку Вот крепление планки на поворотный механизм Я подумал, вот она крепится одним всего лишь винтом И это очень круто, поскольку я смогу очень легко открутить этот винт Снять планку вместе с ножом И, например, показать вам результат заточки под микроскопом И не надо доставать нож с губок точилки Потом переустанавливать угол заточки Смотрите, вроде бы все хорошо Вот что касается речного механизма Плавное скольжение, в принципе, проблем не было Но вот что касается планки, я вот этого не понял Смотрите, как она болтается Или этот человек просто не попал в пазики А там в любом случае должны быть какие-то пазики То есть вы должны всегда устанавливать вот эту планку параллельно То есть под одним углом, а не на искос А он ее как-то установил И вот она болтается постоянно Надеюсь, это просто проблема с этим человеком Который неправильно установил эту планку Но зачем тогда выкладывать такое видео? Надо было бы все переделать Но видно, что человек не разбирается, наверное, вообще в заточке И поэтому были вот эти Давайте еще раз покажу вам Вот это Вот, видите, как она болтается вот здесь Зачем он так сделал, я не знаю Но я думаю, что в любом случае Здесь должны быть пазики И надо, если вот такое есть, это плохо Конечно же, это можно решить, но это плохо А проблема с точилкой или проблема с этим человеком Который неправильно установил эту планку на поворотный механизм Этого мне неизвестно Это лучше, наверное, переспросить Ну вот это единственный момент, который мне не понравился В принципе, вот в этой точилке Единственный момент И он с этого видео А так, визуально точилка, конечно же, очень крутая Учитывая ее цену Она намного интереснее, продуманнее, чем точилка Тор номер 2 При этом стоит в два раза дешевле Ну, сравнивать с точилкой Тор номер 3 Я не вижу смысла Учитывая разницу в цене Тор номер 3 интереснее Если вам... Ну, даже по фотографии Я не говорю сейчас Сравнение В реальной заточке Поскольку я не знаю, что Будет с этой точилкой И какие будут нюансы Если ее проверить вот в реальности В процессе заточки Этого мне неизвестно Вы должны понимать Что я сейчас делаю оценку Исключительно по фотографиям И по тому видео, которое я увидел И вот если делать оценку по фотографиям Тогда точилка реально очень крутая Учитывая ее цену И учитывая те технические данные Параметры, которые я увидел Но если посмотреть вот то видео И когда я увидел вот этот люфт Вот в этом Это плохо Надеюсь, его здесь нет И надеюсь, это была просто ошибка Вот человека, который ее собирал Вот, кстати, ближе эта насечка видна И здесь точно такой же стоит Линейный подшипник Вот она в разобранном виде Вот здесь видно, что да Крепление происходит вот на одном винте Но, кстати Я думаю, что тот человек Неправильно собрал Знаете, по какой причине? По той причине, что вот здесь Мы видим вот эту бочечку А она должна совпадать С прорезью На вот этой планке Поскольку Если она не будет совпадать Нет, подождите Может быть, конечно же, нюанс Если этот прорезь не совпадает По диаметру с вот этой бочечкой Тогда будут вот эти качели Но я надеюсь, что Такой Как по мне Глупой и простой ошибки Производитель, ну, не мог Сделать Там должно быть все хорошо Совпадать И тогда поворотный механизм Должен работать отлично Вот, кстати Как осуществляется Поворот Вот этого поворотного механизма Я же надеюсь, что Поворот осуществляется Скольжением вот этой бочечки По вот этой шайбе А не по Вот Этой планке Эта планка просто Прижимается Намертво Вот сюда К вот этому Штифту Или как его назвать И просто потом За счет вот этой пружины Вот эта бочечка Двигается Уже по Вот этой шайбе Ну, я думаю, что Это ошибка Вот человека Который Неправильно Или просто Не прижал Вот этот винт Хорошо И поэтому Вот эти были качели Я думаю, что Скорее всего Так Но я бы Перед тем, как покупать Если бы покупал Не на обзор Если бы покупал На обзор Просто бы заказал И потом бы все исправил Чтобы вам показать это А вот вы Если покупаете для себя Точилку И желаете, чтобы она была идеальной Чтобы здесь не было Вот этих качелей Переспросите Вот этого продавца Нет ли люфта Если закрепить Вот эту планку На поворотный механизм Не двигается ли планка Вверх-вниз Вот это надо Переспросить И когда он вам отправит Вот эту точилку И если все же будет Вот эта качеля Вверх-вниз Тогда у вас будет Доказательство Для того, чтобы Открыть спор И вернуть часть денег То есть Вы покажете Вашу переписку С продавцом Где он Пообещал вам Что нет этого люфта А если он есть Вы покажете Вот Когда будете оспаривать Это что Вот А он есть Подвес обещал Что нет А он есть То есть Есть какие-то технические проблемы С точилкой Ну как-то так Но я надеюсь Что этой проблемы нет И это все Все же Всего лишь ошибка Человека Который записывал Вот эту презентацию Так Надеюсь Я хоть кому-то помог Если вам интересно Эта точилка Для заточки ножей И вы желаете Ее все же Увидеть у меня на обзоре Напишите пожалуйста В этом Об этом комментариях Под этим видео А если вам кажется Что здесь будет все то же Что и в точилке Тор номер 2 И это как бы Какая-то смесь точилок Тор номер 2 И тор номер 3 При этом За очень хорошие деньги Тогда Не вижу смысла заказывать Просто у вас есть Вот информация Что есть вот такая точилка Если кому-то Вот она подходит Не надо вот этой Рейки Которая есть на точилке Тор номер 3 Это единственное Отличие Техническое Вот эта рейка Скольжение По сторонам Рейки Регулировки Угла заточки Если она вам не надо Технически Это будут абсолютно Одинаковые точилки То есть Что вот это будет делать Абсолютно ту же работу То есть По заточке ножей Точно такой же Будет поворотный механизм Вернее Не точно такой же Просто будет Наличие поворотного механизма Раздвижные губки Рейка Шарнирный механизм Похожий То есть Очень даже Неплохое предложение За эти деньги Так много всего Наговорил Я думаю вам понятно Мое мнение О этой точилке На этом все Спасибо за просмотр Всем мира Добра И любви